В России идёт микроперепись сельского хозяйства. Её проводят для того, чтобы зафиксировать перемены, происходящие в аграрном секторе. Большой объём работы предстоит в Люберцах. В посёлках городского округа ведут свою деятельность крестьянские и фермерские хозяйства. Семье Ведищевых будильник не нужен. Вместо него десятки голосистых петухов, которые просыпаются с восходом солнца. Каждое утро у владельцев частной птицефермы обход территории. О, главарь семейства. Кто за что отвечает и кто главный в птичьем семействе. Огромное хозяйство Татьяна Ведищева знает, как свои пять пальцев. В отличие от других фермеров, некоторых пернатых разводят не для прибыли, а для души. Вот любимая парочка павлинов. В принципе, их можно не закрывать. Такая птичка, они здесь гуляют хорошо, они молодцы. Площадь домашней фермы – 5 гектаров. Количество птиц постоянно меняется. Кого-то продают, а у кого-то пополнение. Как у семейной пары страусов. На данный момент здесь около тысячи пернатых. 15 коз и овец. Мы сами инкубируем. У нас инкубаторы свои есть. Ну и покупаем молодняк. Мы работаем с генофондом в Церквио-Посаде. Там очень хорошие птицы. Мы обычно там берем таких хороших породистых цыпляток. Тут все вырастают. До пандемии гостеприимные хозяева проводили экскурсии. Сейчас они снова открыли двери. Но на этот раз не для любопытных глаз, а для переписи сельского хозяйства. Сельскохозяйственная перепись проводится раз в пять лет. Цель экономических показателей. Мы информацию передаем для дальнейшей обработки в Росстат. Пандемия коронавируса серьезно отразилась на сельскохозяйственном бизнесе. Люберецкие фермеры не стали исключением. Как и другие предприниматели, они могут рассчитывать на поддержку со стороны администрации. Хорошее хозяйство с хорошими профессиональными специалистами. Но оно требует развития. Необходимо определенная помощь и содействие в организации. Мы ее, конечно, окажем. Перепись сельского хозяйства будет проходить до конца августа. На территории городского округа Люберцы подлежат обследованию более двух тысяч личных подсобных хозяйств СНТ и сельхозорганизаций.